Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня вашему вниманию будет представлена одна из ключевых и важных тем в травматологии, ортопедии и вертебрологии. Это диагностика и лечение детей с патологией шейного отдела позвоночника при наследственных синдромах. Мы знаем, что наследственных заболеваний в мире насчитывается около 8 тысяч. На данном слайде представлен пациент с редкой генетической патологией мукополисухоридоз четвертого типа. Мы видим характерные черты для данного заболевания, это множественные ортопедические проблемы. Что бросается на первый взгляд всегда, это деформация нижних конечностей, деформация верхних конечностей выраженной контрактуры, вальгусная деформация нижних конечностей деформации стоп, выраженная келевидная деформация грудной клетки, практически отсутствует шея у пациентов. Мы видим, что распространение редких заболеваний встречаемость 1 на 10 тысяч в России. С какими проблемами мы сталкиваемся, когда к нам приходит такой пациент? Самое первое, это нехватка ресурсов для диагностики и лечения. А все почему? Потому что это редкое заболевание. Вот мы видим, что средняя постановка диагноза в США это более 7 лет, в Великобритании это более 5 лет, в России мы видим, к сожалению, что это более 10 лет составляет. Ввиду этого, естественно, недостаток информации у наших коллег. И третья проблема, это лекарственное обеспечение. Мы знаем, что редкие наследственные заболевания это мультисистемные заболевания, при которых происходит поражение не только нашей опорно-двигательной системы, но также мы видим, что поражаются сердечно-сосудистая система, органы ЖКТ, дыхательная система, нервная система, поражаются зубы, у пациентов часто опноя во сне, страдают органы зрения, органы слуха. Какие вертебральные синдромы встречаются в шейном отделе? Первое, это вариант кифотической либо сколиотической деформации. Вот мы видим выраженный кифоз на уровне шейного отдела. Также это стеноз, вот мы видим, либо нестабильность, как мы видим на данном слайде на уровне крайнего вертебрального перехода. И это проблема смежных сегментов на уровне шейно-грудного перехода и груда поясничного. Обязательно всех пациентов мы должны оценить по физикальным шкалам. Так как это шейный отдел, обязательно мы должны оценить по шкале японской ассоциации ортопедов, это Джо АЭМ, и обязательно шкала НУРИКа. То есть здесь мы оцениваем мелопатию, есть ли у пациента или нет. Обязателен тест для пациентов определенной группы, далее я расскажу, производим тест шестиминутной ходьбы. И обязательно все пациенты диагностируются у нас в зависимости от окружающей среды по шкале ФИМ. Обязательный контроль ежегодный у данных пациентов – это рентген-телеметрия всего позвоночника с захватом тазобедренных суставов раз в год. Почему захватываются тазобедренные суставы? Потому что это не только поражается у нас в опорно-двигательном аппарате позвоночник, но и частое поражение здесь происходит и тазобедренных суставов. И это недоразвитие вертужной впадины, и это недоразвитие головок, которые впоследствии могут привести к дисплазии. Если мы видим, что у пациента происходит прогрессирование какой-то из проблем, то здесь мы уже вызываем пациента раз в полгода, то есть каждые 6 месяцев. Также мы выполняем обязательно МРТ-исследования пациентов, смотрим за состоянием спинного мозга, за ликвародинамикой. Также выполняется пациентам, чтобы исключить нестабильность на уровне граньевротебрального перехода, выполняется функциональное КТ. Обязательно, так как это пациенты с тяжелой генетической, с наследственной патологией, у них поражается весь организм, то есть это мультисистемное заболевание. И к тому моменту, то есть за вот эти 10 лет в среднем, как я уже показывала, происходит постановка этого редкого диагноза, пациент приходит с таким уже большим к нам лучевым архивом, не только лучевым, но и с другими исследованиями. То есть очень-очень толстая карточка к нам приходит. Поэтому я хочу призвать коллег, если вы видите, что пациент необычный, какой-то редкий для вас, давайте мы не будем проводить ему лишние исследования, не будем давать ему лучевые нагрузки. Просто я прошу вас убедительно, свяжитесь с людьми, как мы сейчас друг друга называем, орфонологи, кто занимается редкой патологией наследственной, свяжитесь с нами, и мы уже конкретно будем выполнять те исследования, которые нужны для данных пациентов. Так как у нас сегодня тема посвящена шейному отделу, обязательно мы смотрим за состоянием спинного мозга, за ликвародинамикой на уровне шейного отдела. И мы с коллегами наткнулись на такую очень интересную статью у пациентов с мукополисхаридозом 6 типа, у которых происходит изменение спинного мозга на уровне шейного отдела. То есть была исследована довольно большая такая группа пациентов, и МРТ было распределено на определенные вот такие вот группы. То есть без особых изменений мы видим, да, спиной мозг, это относится в зеленый коридор, в желтый коридор, когда уже есть изменения, оранжевый и красный коридор. Самое критическое, конечно, мы понимаем, что это красный коридор. Для чего проводились эти исследования? Эти исследования проводятся для того, чтобы мы понимали, в каком состоянии находится сейчас спиной мозг пациента, значит, и не нарушена ли ликвародинамика. Тем самым мы можем оценить, если есть минимальные изменения, и у нас пациент оперируется, то здесь уже, здесь еще не такой большой процент после операционных осложнений. Если мы понимаем, что пациент у нас находится вот в этой группе, как мы их называем, группа риска, это оранжевый, тем более красный коридор, тем самым мы понимаем, что это запредельные риски при проведении операционного лечения. На шейном отделе всегда производим декомпрессию, это вот прям 100%, и часто бывает, что выполняем коррекцию. Обязательно перед тем, как мы оперируем пациента с такой довольно тяжелой, да, мультисистемной патологией, мы разбираем, мы проводим консилиум, мультидисциплинарный консилиум, куда входит очень много специалистов. Мы обсуждаем различные варианты осложнений, и мы должны понимать, разбить так операционный наш процесс, что на любом из этапов операционного момента мы могли бы остановиться, если возникли какие-то критические ситуации. Значит, этот слайд нам доказывает то, что это мультисистемное заболевание, мы видим, что здесь во главе находится генетик или метаболический специалист, или как мы сейчас называем друг друга, орфанолог. В каждом регионе это свой специалист, это может быть генетик, который занимается редкой патологией, это может быть педиатр, кардиолог. В нашем центре это ортопед, мы видим заинтересованность нашей мультидисциплинарной команды. Также мы проанализировали работу наших зарубежных коллег. Это самая довольно большая выборка, 134 пациента были прооперированы с шестым типом мукополисахаридоза и со стенозом на уровне крайнего вертебрального перехода. Из 134 пациентов стеноз позвоночного канала отмечался у 101 пациента. Значит, стенозы чаще возникали у детей с низким ростом, отмечались структурные деформации позвонков в 93%, хирургическая декомпрессия выполнялась в 42% и в 12% выполнялось сочетание декомпрессии и стабилизации. И вот мы видим, что в 15% в данной статье выполнялась повторная декомпрессия. Осложнение мы видим в 5% и 2% было летальных у коллег случаев. Вообще наследственные синдромы мы оперируем с 2012 года. По сегодняшний день у нас было прооперировано с наследственными синдромами 67 пациентов. Отдаленный результат составляет 7 лет. Пациент самый маленький был 2,5 года и самый взрослый 24 года. Значит, на какие нозологии, можно так сказать, группы мы разделили наследственные синдромы? Первая группа – это различные варианты дисплазии. Вторая – это болезни докопления. Третья – это хромосомные аномалии. И со всеми этими группами мы подробнее будем разбирать. Вот первая группа – это болезни докопления. К ним относятся в данной нашей презентации пациенты с мукополисхаридозом. Это мукополисхаридоз 4 типа, синдром Моркио. Пациент 15 лет поступил к нам с выраженным неврологическим дефицитом. Пациент практически не ходил, мог с поддержкой делать несколько шагов прямо в пределах кровати. Видим, что у пациента отсутствует, практически нет шейного отдела. Выражены контрактуры в локтевых суставах. Видим измененные кисти, деформированные стопы, вальгусная деформация коленных суставов, телевидная деформация грудной клетки. Пациент к нам поступил с цервикальным стенозом и нестабильностью на уровне краниевертебрального перехода и с грубым неврологическим дефицитом. Вот мы видим по данным КТ небольшая кистифатическая деформация на уровне краниевертебрального перехода. Пациенту была выполнена декомпрессия и стабилизация шейного отдела с захватом затылка. После, сразу же в раннем операционном периоде отмечается у пациента тетроплегия. Пациент был взят по срочным показаниям в операционную, выполнена расширенная декомпрессия, была продлена зона фиксации. И в послеоперационном периоде мы отмечаем у пациента восстановление неврологического статуса в верхних конечностях и, к сожалению, в нижних конечностях также и сохранялась нижняя параплегия. Также отмечу, так как это мультисистемное заболевание, да пациент довольно был тяжелый, пациент находился в реанимации в течение месяца с пневмонией. Также пациент 9 лет, тоже синдрома Моркел с лукопульсахаридозом 4-го А-типа. Вот мы видим те же самые характерные изменения в нижних конечностях, удлиненные кисти, гипермобильность в случае запястных суставов. Пациент также, как и первый пациент, не получал таргетную терапию ферментозаместительную. У пациента отмечался также неврологический дефицит. Вот мы видим стеноз на уровне крайнего вертебрального перехода за счет того, что происходит накопление гликозаминогликанов в передней связке. Всем пациентам, которые оперируются на шейном отделе, мы выполняем обязательно КТ-ангиографию. Объясню почему. Мы видим измененные тотальные позвонки, то есть тотальное платье спонделия, вот они, истонченные позвонки. То есть это не только в шейном отделе, это тотальное на протяжении всех отделов позвоночника. И так действительно очень сложно поставить винты в нормальные позвонки в шейном отделе. Траектория кардинально меняется от той траектории, когда устанавливаются винты в поясничном отделе. А тут плюс еще мы отмечаем тотальную платье спонделею, поэтому мы должны понимать, как происходит, располагается артерия вертебрализ и при постановке винтов, чтобы она была не повреждена. Видим измененный спиной мозг у пациента. Значит вот мы выполнили такой видоизмененный тест шестиминутной ходьбы до операции. То есть пациент испытывал трудности при передвижении самостоятельно, поэтому на длительные расстояния он использовал самокат. Пациенту была выполнена декомпрессия. Вот мы видим полностью удаленные задние структуры. Это измененные связки, в которых накапливаются гликозами на гликаны. Установлена пластина в затылочную кость. Установлены винты в шейном отделе. Обязательно для формирования хорошего заднего костного блока мы используем ребро пациента. Это интероперационные снимки. Снимки во время операции. Это фото пациента после операции. И вот он выполнил свой тест шестиминутной ходьбы. Да, ему тяжело. После операционный период довольно такой болезненный. Мы видим, что за счет чего еще трудно ребенку ходить. За счет выраженных маленькосных деформаций нижних конечностей. Также пациент у нас был прооперирован синдромом Гурлера. С первым типом, первым этапом мы выполняли оперативное лечение по поводу коррекции кефатической деформации на уровне груда поясничного перехода. Через пять лет папа пациента позвонил, сказал, что ребенок предъявляет жалобы на боли такого тянущего характера в нижних конечностях, на слабость в верхних конечностях. И здесь, конечно, нас насторожило то, что стали появляться опять неврологические проблемы и уже в верхних конечностях. Поэтому пациент был госпитализирован к нам в отделение. Проведены инструментальные исследования. Мы выявили, что на уровне крайнего вертебрального перехода у пациента имеется стеноз. Вот мы видим опять накопление гликозами на гликанов. Критическое расстояние для спинного мозга. Пациенту также выполнена была расширенная декомпрессия. Установлена пластина, фиксация произошла затылка и шейного отдела. После операционного периода уже сразу же в реанимации пациент стал отмечать, что сила в верхних конечностях, в кистях у него стала улучшаться. Он попросил в реанимацию даже уже телефон. То есть если до этого ему очень было тяжело нажимать на кнопки, не на кнопки, а на сенсорный экран здесь, он попросил у папы, чтобы ему принесли телефон, начал нажимать на сенсорный экран и сказал, что у меня появилась сила, я чувствую, что я могу. И уже впоследствии, при переводе уже в наше отделение, в палату, пациент уже уверенно держал ручку, мог рисовать, писать более уверенно. Пациентка уже взрослая. Значит, в нашем центре очень для нашего центра характерна возрастная преемственность. То есть мы оперируем на базе нашего центра не только детей, но и взрослых. Пациентка 22 лет с шестым типом мукополисфоридоза получала на тот момент уже фирмензаместительную терапию. Отмечаем характерные контрактуры в локтевых суставах, контрактуры в коленных суставах. У пациентки при исследовании мы отмечаем стеноз на уровне крайнего вертебрального перехода, неврологический дефицит, вот мы видим истончение спинного мозга на данном уровне. Пациентке выполнена была расширенная декомпрессия и фиксация затылка и шейного отдела. Группа дисплазий. На данном примере мы рассмотрим пациентку с синдромом Ларсеном. Видим характерные изменения у данных пациентов. Также у них имеются деформированные локтевые суставы, изменения в стопах, деформированные коленные суставы, характерные для этих пациентов, характерные кисти. Видим небольшая кифотическая деформация, внешне даже мы видим на уровне шейного отдела. Пациентка поступила с выраженным неврологическим дефицитом. Поэтому для того, чтобы мы понимали, какие риски могут быть интероперационные со стороны нашей нервной системы, пациентке первым этапом было установлено галлокорона, выполнялось галловытяжение. И уже буквально начинали мы, учитывая ее особенность на кипотической деформации на уровне шейного отдела, истончение спинного мозга, мы подвесили груз 500 граммов. И пациентка уже стала предъявлять какие жалобы, а не менее в области шейного отдела, а не менее в области плечевых суставов и слабость в кисти. Поэтому приняли решение, что мы не будем выполнять дальше галловытяжение. Объяснили маме несколько вариантов оперативного лечения. То есть вот мы видим выраженная кипотическая деформация на уровне шейного отдела. Вершинный позвонок очень изменен. Видим, что при сгибании и разгибании практически не меняется угол кипотической деформации. Пациентке выполнено... Вот видим, да, вот что по данным МРТ вершинный позвонок очень поддавливает, получается, наш спинной мозг. Он истончен практически, для него нет резервных пространств. Также выполнялись у нас КТ-ангиография. Вот мы видим, как располагается артерия вертебралис. И мы выполнили пациентке коррекцию, незначительную, прям минимальную коррекцию, заднюю инструментальную фиксацию. Обязательно таким пациентам с тяжелой деформацией, тем более все пациенты, которые оперируются по поводу патологии шейного отдела, мы применяем интероперационный нейромониторинг. Почему я сказала, мы выполнили минимальную коррекцию кипотической деформации? Потому что уже на доступе стали отмечаться пропадания, снижение потенциалов. Поэтому выполнена минимальная коррекция, то есть практически стабилизация шейного и грудного отдела. Послеоперационный период осложнился неврологическими дефицитами. У пациентки отмечалась нижняя параплегия и грубый спастический парапарез в верхних конечностях. Пациентка получала курс электростимуляции, проводилась профилактика контрактур верхних и нижних конечностей, профилактика пролежней. Через полгода пациентка вернулась к нам на контроль. Вот мы видим снимки через 6 месяцев. Пациентка вернулась к нам на своих ногах, то есть уезжала она в плеги и в нижних конечностях. И за полгода пациентка, конечно, максимально занималась инструктором ЛФК. И приходили массажисты. И мы видим, что пациентка за полгода восстановилась и пришла на своих ногах. И также другая группа, это хромосомные аномалии. Пациентка 2 лет 7 месяцев поступила к нам с синдромом Дауна. Из анамнеза нам было известно, что пациентка пришла на реабилитацию в центр. Ей выполнялся массаж и занятия с инструктором ЛФК. И она занималась на определенном гимнастическом шаре. И при резком разгибании в шейном отделе у пациентки была остановка дыхания и полностью тетроплегия. По месту жительства пациентки была выполнена декомпрессия на уровне крайне вертебрального резекция дуги первого шейного позвонка, трепанация задней черепной ямки, расширенная пластика ТНО. Пациентка к нам поступила уже в таком тяжелом состоянии. То есть видите, пациентка поступила к нам уже сразу же в отделение реанимации. Сама пациентка не могла питаться. То есть через зонд было дыхание с помощью аппарата ИВЛ. Проведены исследования пациентки. Мы видим, что у пациентки имеется стынос на уровне нашего крайне вертебрального перехода, нестабильность. Также у пациентки отмечалось специальное смещение. Видим очень выраженный неврологический дефицит. Это милопатия, бульбарный синдром, нарушение функции тазовых органов. Также видим из сопутствующих это и был хронический пиломефрит и постгеморрагическая анемия. У пациентки выполнена стабилизация шейного отдела. Соотношение на уровне крайнего вертебрального перехода было восстановлено. Отмечались незначительные положительные моменты. То есть в режиме дыхания был изменен. Уже пациентка стала меньше проводить времени на аппарате ИВЛ. Появились минимальные, то есть расширилась зона чувствительности в верхних конечностях и в нижних. Каким выводом мы должны прийти? То есть оперативная коррекция патологии деформации позвоночника у пациентов с редкими генетическими заболеваниями. Это этап комплексной мультидисциплинарной реабилитации. В ряде случаев операции направлены на устранение жизнеугрожающих состояний. Оценка переоперационного риска включает анализ синдромальной картины пациента и патологии позвоночника. Стеноз, нестабильность, деформация. Патогенетическое оперативное лечение достоверно улучшает баланс туловища, функциональный класс и качество жизни. Нозологическая, очень важная и возрастная преемственность. Обязательный мультидисциплинарный подход и междисциплинарная логистика. Должны быть центры компетенции. Обязательно должна быть таргетная терапия при ее наличии. Единая методология хирургических подходов и их оценки. И обязателен контроль на каждом этапе. Это наши пациенты. Благодарю за внимание и, дорогие коллеги, если у вас есть вопросы, вы можете их адресовать на мою почту, которая представлена на слайде и также на адрес, который представлен бегущей строкой, на адрес нашего центра. На все вопросы мы ответим, не волнуйтесь. Благодарю за внимание. Благодарю за внимание.